Приветствую вас, хотел бы сразу предупредить, что, возможно, вам не понравится то, что я скажу, вот, но мне кажется, что лучше будет честно и правдиво сказать то, что происходит, да, чем вы будете пребывать в некой иллюзии и, возможно, будете иметь какое-то искаженное представление о том, что происходит на самом деле. Итак, смотрите, начну я, пожалуй, с конца вашего текста и скажу, что вы хотите поступать достаточно эгоистично, то есть вы довольно эгоистично здесь проявляете себя, проявляете свою позицию, в том смысле, что вы хотите погоните с собой, вы думаете о себе, при этом вы забываете о детях, добрый вас есть, и о том, что детям, в общем-то, нужен отец, здесь вы не думаете о них, не думаете о своих детях и думаете вы о себе. Я не то, чтобы вас обвинял в этом, нет, я вас не обвиняю, я просто хочу, чтобы вы для себя это поняли, чтобы вы для себя увидели, что дети вами отодвинулись на задний план, а на первый план вы выставили свои чувства, свои переживания. При условии наличия детей подобное невозможно, недопустимо. То есть, родители, которые, в общем-то, имеют, ну, даже, скажем так, любой родитель, да, особенно пока дети маленькие, он не имеет права думать только о себе. о себе думать надо, но только о себе родители права думать не имеет. Это первое. Второе. Вы пишите, вы пишите, что вы прожили с девушкой в гражданском браке 6 лет, и первые два-три года были замечательные. Скажите, пожалуйста, Эдуард, а по какой причине вы, ну, если у вас были замечательные отношения с девушкой, почему вы не создали, к примеру, семью? Вы же не заключили брак, вы скользили гражданским браком, так по сути и жили. Вот мне, например, видится одна из основных проблем. Именно вы, именно такая, именно в этом мне видится одна из основных проблем. что нет официального брака, полноценного брака, нет, по факту. И девушка, вполне вероятно, хотела бы брак. Ну, потому что, с одной стороны, женщинам это важно, а с другой стороны, она чувствует себя защищенной в браке. Но вы почему-то этого не сделали, вот. Несмотря на то, что это было замечательно, как вы, как вы говорите. То есть, я здесь вижу, как минимум, противоречие. То есть, все замечательно, но брака мы с тобой не заключаем. Вот. Тогда получается, все не так замечательно, к примеру. Получается, если вы так и не заключили брак. Вот. То есть, я думаю, что вам здесь нужно, все-таки, этот момент определить для себя. Дальше. Значит. Попробуем, как началось все угнетаться, а последний год вообще все плохо стало. А вот что это значит? Что это значит? Что все стало угнетаться. То есть, понятно, что отношения начали ухудшаться, но они же не просто так начали ухудшаться. Значит. По-видимому углу что-то происходило. По-видимому. Вопрос заключается в том, что именно. Что происходило. Что начало происходить в отношениях. Понимаете? Далее. Она начала переписываться и знакомиться, то и не от меня. Я ей сказал, что мне это не нравится. Слушайте, ну, здесь, конечно, есть тонкости, на мой взгляд, безусловно. То есть, если женщина начала знакомиться с другими мужчинами, да, и, соответственно, переписываться с ними, то вполне вероятно, что ей, к примеру, чего-то не хватает. Возможно. Или чего-то не хватало. Возможно. То есть, вы, опять же, здесь говорите, что это вам не нравится. Но вы спросили, как бы ее, почему она так выступает. Вы не акцентировали внимание на ней. Что вновь вызывает, скорее, вопрос. Почему вам это не нравится? Ведь женщина любима, вы ее любите, по идее, по идее, по идее, вы ее любите. По идее, вам хочется, чтобы она была счастлива, если она начинает знакомиться с другими, но все чего-то не хватает. Вы говорите, что вам это не нравится. Ага. Очень важный момент. Очень важный момент. Если вам это не нравится, то как? Вот. А как конкретно вам это не нравится? То есть, что вы почувствуете? Ревность, там, боль, ущемленность, какой-то может быть страх, негатив, что-то еще. Понимаете? Ау. Я думаю, что эти моменты вам необходимо определить для себя. Вот. То есть, что конкретно вы испытали, когда она вам, ну, когда, когда вы, к примеру, узнали, что она вот, а, ну, переписывается с кем-то знакомым. То есть, какие чувства это вызвало именно у вас? И работать нужно именно на природу этих чувств. Потому что вам стала боль. Вам стало тяжело. Вам было негативно. Опять. И, опять же, здесь проявляется ваша такая, ну, ваша такая эгоистичная, скажем так, направленность. Эгоистичная нацеленность. Вот. Я вас не обвиняю, я просто хочу показать, что вы пытаетесь, вы пытаетесь реализовать свои потребности какие-то. Так. Так. В какое-то время она, вроде, послушала меня и пообещала, что перестанет. Ну, вот сами подумайте. Просто вот сами подумайте сами. Что. Вот. Она стала что-то делать. Да. Так. Она стала, ну, к примеру. Переписываться с кем-то. Переписываться она стала с кем-то, потому что ей чего-то хотелось. Вот. Ей что-то нужно было. Вы ей говорите, перестань, мне это не нравится. Хорошо. Хорошо. Вы у неё это отнимаете. Отнимаете у неё то, что ей нужно. А что взамен? У меня нет ощущения, что вы ей что-то дали взамен, но нет ощущения, что вы что-то ей предложили. То есть вы не выработали никаких решений, вы не выработали никаких новых правил. Такой вопрос. Что вас тогда в таком случае объединяет с женщиной? Что между вами общего тогда? Если вы, к примеру, не нацелены на неё, если она вас не сказать, что вы волнули, ну, что вы волнули. Да, тут мне нельзя сказать, что она вас волнует. Понимаете? Вот. Так. Что? Что между вами общего? Что вас объединяет? Как вы выстраиваете отношения? Ну, вот. Я имею ввиду. Друг к другу. Это важный момент. Дальше. В итоге на днях достала её переписка с другими на это делать. Она это делала в тайне и в итоге очень сильно поссорились. Эдуард, вы серьёзно считали, что она перестанет это делать? Меня интересует только, почему вы так считали. Поймите, опять же, да, я вас не обменяю, я хочу понять. Вот вы говорите, что вы ссориться начали, то есть вас это задело. Это понятно, что у вас задело. Ну так, в обратном другом. Насколько вы, к примеру, сознательно к этому шли, к тому, что произошло. По итогу. Потому что, ну, требовать от своей женщины чего-то не делать, но ничего не давать ей взамен. И ждать, ожидать, что она будет вести себя как одетевые. Мне кажется, это в высшей степени наивно и уж точно свидетельствует о том, что вы не лучшим образом относитесь к себе, потому что вы считаете возможным так обращаться с собой, да, то есть себя чего-то лишать, себя, ну, у себя что-то забернуть, да. Вот, вы считаете, наверное, для себя такой вариант приемлемый, ну, и для нее тоже. Вот. Как вы, наверное, отреагировали, тоже достаточно, достаточно серьезная тема, потому что сказка вот вырисовывается то, что вы не удовлетворены. Ну, то есть у вас есть тотальная неудовлетворенность, к примеру, с собой вообще. Тут ваша неуверенность. Вот. Тут, может быть, что-то еще есть. То есть это вот тоже нужно разбираться. Характер ваших отношений с девушкой. Дальше. Сильно поссорились. Два. Здесь, я бы сказал, проявляется ваша безответственность по отношению к самому себе. То есть вы снимаете ответственность с себя, таким образом говоря о том, что вы поссорились. Вот. Два. Но, ведь на самом деле, это вы позорились, Эдуард. То есть это сделали именно вы. Не она, а вы. Вы стали ссориться с ней. С ней. Если бы вы не ссорились, то ничего бы не было. Далее вы выкрикнули много обидных слов. С чем это связано? Эдуард. С чем это связано? Какие вас это вызвало чувства? Ведь вы крикнули много обидных слов. Почему? Потому что вам было больно. Потому что вам было неприятно. Потому что вам было тяжело. Но о ней вы не думали. Опять такие. Почему? Почему вы о ней не думаете? А потому что вы слишком, грубо говоря, заняты собой. Вы очень сильно заняты собой. Вы очень сильно сами охвачены чувствами. Какими-то. Вопрос только в том, что это за чувства. Ну, что это за чувства. Дальше. Она меня выгнала. Я уехал. Как-то вас видите. Все странно получается. То есть. Она, значит, переписывалась знакомо на расстоянии от вас. Но вы были вместе. Потом вы вспылили. И она выгнала вас. Уехала. И в итоге, по ее словам, вступила в сексуальные отношения с мужчиной. Чему, кстати, я бы не верил. Вот. Вряд ли бы она стала писать вам подобные вещи. Вот. То есть. Как видите. Чем сильнее вы на нее давите. Чем сильнее вы на нее давили. Тем сильнее она шла в ту сторону, куда вы не хотели, чтобы она шла. Понимаете, да? О чем идет речь. Но. О. Ваша такая модель поведения, она ведь связана с вашим состоянием, она ведь связана с вашим отношением, к примеру, к самому себе, к примеру, к своим желаниям, к примеру, к своим потребностям. То есть вы же говорите, что вы три дня пьянствовали. То есть вы убегали от проблемы. Вы не анализировали ее. Вы не смотрели, к примеру, что произошло и что я, к примеру, мог бы сделать для того, чтобы ее вернуть. Вы пьянствовали. Это детское поведение. Это поведение избегания. Вы избегали проблемы. Вот. Вопрос опять же. Почему? По какой причине вы выбрали такую модель поведения для себя? Вот. Я не обвиняю, я хотел бы, чтобы вы все это для себя прояснили. Тогда будет ясна проблема. Дальше. Теперь живу у родителей, днем вроде терпимо, но как наступает ночь, это нечто начинается. Сердце болит, но и дыша разрывается. От чего? От чего у вас разрывается дыша? От чего она болит иное? Понимаете, то есть вы вот об этом не пишете. Но я делаю вывод. Я делаю вывод. Судя по тому, что вы описываете. Что вы человек достаточно тревожный. Вы человек достаточно, я бы сказал, неуверенный в себе. Вот. И вы не готовы в полной мере брать ответственность за себя и за свою жизнь. Возможно, за свою женщину тоже. То есть ваша гражданская жена не чувствовала себя с вами в безопасности. Я в этом не уверен, но мне кажется, что так. Она чувствовала, что вы скорее ребенок, она чувствовала себя с вами скорее родителем. Вот. Нежели чем женщиной. Вот. Ну вот. Так было по вероятнее ее ощущению. Потому что возникла трудность, да, вы ничего не решали, вы что-то требовали. Вот. А обиды, которые вы выкрикивали, это все детское поведение. И если у человека детская модель поведения, то другой человек чувствует себя как бы ребенком. Ой, как бы родителем. Как бы родителем. Вот. А родительская позиция для того, кто не хочет в ней находиться, да, крайне нежелательная история. Крайне нежелательная история. Родительская позиция. Вот поэтому все произошло. И в первую очередь вам нужно определиться с тем, с чего вы хотите. Вот вы говорите, я не знаю, что мне делать. Что делать, чтобы что. Начните использовать это время для того, чтобы понять, что вы делали неправильно в этой ситуации. Даже если ваша девушка, мать ваших детей, между прочим, действительно переспала там с другим мужчиной, да, то это не означает того факта, что вы, это не убирает того факта, что 6 лет вы прожили вместе, у вас 2 ребенка. Вот. Вы можете поработать над собой, посмотреть на причины, которые привели к этому именно с вашей стороны. Продемонстрировать ей свои изменения, и тогда вы можете ваше отношение восстановить. А может быть вам будет все равно, и вы будете брата общаться с детьми, а сами пойдете дальше. Но так или иначе, вам необходимо в самом себе что-то менять. Потому что ничего не происходит в данном случае без причины. Понятно, что и девушка там, она тоже, как бы, возможно имеет какие-то конфликты, внутренние противоречия, проблемы. Но мы-то говорим сейчас про вас. Мы говорим про то, что вы не смогли дать девушке то, что ей нужно. Мы говорим про то, что вы ведете себя как ребенок в отношениях, по-детски. И вот с этим нужно что-то делать. Это нужно менять. Если у вас на это есть желание. И у вас к этому есть желание. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. И удачи. Все.